Чем полить гортензию, чтобы она поменяла цвет? Гортензия – это цветочный кустарник, очаровательные цветы которого имеют яркую красивую расцветку. Завезен он в Россию из Азии. Растение это относится к классу двудольных. Цветет с ранней весны до поздней осени. Цветочки собраны в соцветия. От этих очаровательных белых, кремовых, фиолетовых, синих или красных шаров просто невозможно оторвать взор. Соцветия могут иметь форму зонтика или метелки. Плоды представляют собой коробочку, содержащую мелкие семена. Растение бывает в виде кустарников, реже – в виде деревца или лианы. И цвет у нее чаще белый и розовый, хотя оттенок реально изменить. В соке крупнолистых сортов присутствует пигмент дельфинидин трехмоногликозит. При соединении со многими веществами происходят сложные химические реакции, за счет чего расцветка соцветий может изменяться. К сведению. Другое название этого цветка – гидрангия. В переводе с греческого «хайдор» – вода, анжен, сосуд. Гортензия очень влаголюбива, поэтому и получила такое наименование. Другая версия, что ее так назвали из-за того, что коробочки похожи на сосуд. Чем полить гортензию, чтобы она поменяла цвет? Слегка изменять окраску садовых гортензий можно легко. Но эффект будет временным и изменяемый пигмент будет заметен только в прожилках лепестков. Для окрашивания кистей в розовые тона нужно поливать куст слабым раствором марганцовки. Гортензия. Если поливать растения раствором железного купороса 1 час. Ложка на пол ведра воды, то можно сменить тон лепестков этого цветка на красивый фиолетовый. Этот же эффект легко получится, если закопать под куст гидранги и металлические стружки или гвозди. При помощи квасцов получается голубой оттенок лепестков. Важно! Подобным образом происходит окрашивание только жилок лепестка. В целом расцветка соцветий может получиться неравномерной и слегка неряшливой, но порой это придает неповторимый шик. Чем еще полить гортензию для изменения цвета? Но есть и другие, более действенные методы, применяя которые можно изменить окраску гидрангии с розовой на голубую или фиолетовую. Только вот стоит учитывать, что не у всех сортов этого растения цвет может поменяться. Белая гортензия как древовидная, так и метельчатая, на кислотность грунта не реагирует, следовательно и окраску не поменяет. Только один вид может сменять цвет своих лепесточков. Меняют расцветку гортензии крупнолистные. Получается это за счет содержания в клетках особенных элементов онтоцианов, которые очень чувствительны к уровню РН-грунта и количеству соли алюминия в немецком. Цвет крупнолистных гортензии может быть розовый, голубой, малиновый. Также представители этого вида могут быть двухцветными и даже трехцветными. Расцветку эти растения меняют от наличия алюминия в почве и ее кислотности, которая проверяется при помощи лакмусовых бумажек из школьной программы. Все помнят фенолфтелин в кислоте малиновой, который входит в комплект специального прибора. Также в комплекте должна быть инструкция со шкалой цветов и указателями значения РН. Купить набор не составит труда в любом цветочном магазине. Этот вид чаще становится розового цвета, а ведь цветоводам хочется иметь и голубой, и синий. И это возможно. Средство для изменения цвета гортензии. Чем поливать гортензию, чтобы получить голубые цветы? Чтобы этот очаровательный цветок зацвел голубым цветом, нужно, чтобы РН-грунта был равным 4,5. Для увеличения кислотности почвы можно воспользоваться разными способами. Внесение верховного торфа в посадочную яму при посадке. Добавление в посадочную яму хвойного опада вносит водорастворимый сульфат алюминия или алюминиевые квасцы. Мульчирование с использованием верховного торфа и хвойного опада подкормка минеральными удобрениями, например, Кемир Универсал. Важно! Поливать воду из химии нужно осторожно строго под корень, чтобы раствор не попал на листья, так как он может спровоцировать ожог листа. Помимо этого, многие цветоводы применяют народные средства, добавляют в воду при поливе сок лимона или даже электролит. Также добиться нужной кислотности грунта возможно полив гортензии лимонной кислотой 2 стакана ложки на 1 ведро воды. Начинают такие поливы ранее весной и производят каждые 2 недели до конца цветения. Вносить такой раствор допускается только после полива чистой водой. Если распределить удобрения под кустом неравномерно, то получится очень интересная картина. На одном растении цветы могут стать как голубых, так и розовых тонов. Таким образом, начинающему цветоводу нужно запомнить, для голубого колера соцветий требуется кислая земля и соль и алюминия. Алюминий важнее для окраски, чем кислотность грунта. Фосфор образуется алюминием, трудно растворимые соединения. Следовательно, для получения нужного оттенка нужно уменьшить или вообще исключить фосфорные удобрения. Чем поливать гортензию, чтобы она поменяла цвет на розовый? Чтобы растение расцвело розовыми цветами, нужно, чтобы уровень неран почвы был не менее 6,5. В этом случае корневая система не способна усвоить соль и алюминия. Лишняя кислота в почве убирается при помощи извести или доломитовой муки. Но стоит соблюдать меру, так как в высокощелочной среде могут образоваться различные болезни, в первую очередь хлороз. Важно! При РН равной 5-6,5 цветы будут фиолетовые. Когда лучше менять цвет? Многие начинающие цветоводы, прочитав в интернете о том, что гортензия может поменять окраску своих цветочков, задаются вопросом, Когда стоит начинать эти эксперименты? Все манипуляции, связанные с пересадкой, обрезкой деревьев и иных растений, нужно производить до начала сокодвижения. И случай с изменением расцветки этого цветка тоже не исключение. Следовательно, повлиять на смену тонов лучше всего ранней весной, а затем в течение всего вегетационного периода следить за кислотностью Почвы проводить орошения с подкормками. Важно! Рекомендуется тщательно следить за уровнем РН в почве, чтобы не погубить растения, не истощить почву или, наоборот, перекормить. Совет опытных цветоводов Выращивать на участке гортензию с цветами разной цветовой гаммы, конечно же, очень красиво, но лучше делать это в контейнерах. Во-первых, так легче контролировать уровень РН, а добавляемые компоненты не вымываются. Во-вторых, почва не портится внесением различных добавок, так как химические элементы могут накопиться в почве. И если в будущем высадить на этом месте съедобные растения, то не факт, что их допустимо будет употреблять в пищу. Самое главное, если огородник начал поддерживать кислотность почвы искусственно, то манипуляции должен осуществлять все лето. Смена кислотности – большой стресс для растений. Таким образом, посадив на даче белую гортензию, когда ее цвет надоест, его можно легко и просто изменить на розовый, голубой или синий. Но во всем нужно знать меру, чтобы не навредить растению участку в целом. 0.0 VOT ARTICLE RATING